так 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 давайте я сейчас всем привет обновляю скринчик об такая история у нас сегодня давайте вот сюда повешу об все ребята андрей спасибо 100 тысяч баксов давай наверно прям половину 50 прямо родителям отправим договор и кота спасем и ремонт сделаем чудесно из удачно в ресторан зашли пойдем нам придется сейчас бутылку вина выпить за это добро можно не пить за что не знаю за уважение за любовь за бухло заслали о я вспомнил бутылку попросили выпить три бокала вина но я решил я решил выпить бутылку похуй похуй а если вы не да this wine bottle is bottle thank you и мы хава как праздник у нас сегодня так ждем ждем бутылочку конечно это не любишь это хорошее это вот это хорошее сколько можно ждать операцию в кэске а ждать не нужно операция jungle blade на epic drop это лучшее что могло с тобой произойти почему да потому что операция стоит 600 рублей но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная экономия на ровном месте да потому что первый квест операции это подписка на соцсети открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень да потому что уже за 15 квест ты получишь случайная тайна а в п за 30 и 45 перчатки а за 60 последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож операция продлится всю весну прогресс квестов сохраняется выполнять задание можно хоть каждый день поэтому советую начать тебе прямо сейчас ссылочка находится снизу мистер мастер 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 прайв форолды горилла синду вору ангел ну что андрей пока чик за тебя благодарю как он будет рад родители будет рады ремонту деньги ты сам знаешь нахуйни не потратим ну половину точно половину точно потратим на полную хуйню наверное просто купим завтра что-то в париже и за вас господа за любовь за стримы и чтобы у всех маленьких завистливых продолжали попочки гореть спасибо вам спасибо вам андрей ни у кого не горит я последнее время в интернете так много тюбиков наблюдаю будет ли прогулочка по лондону ну конечно сейчас мы скоро я еще раз повезу поведу на мюзикл на мама мию если кто смотрел этот фильм обожаю оба пойдем на оба концерт если будут билеты обязательно на голограммы на голограммы короче у нас этот 6 числа у меня концерт в лондоне и я там остаюсь висеть со своей леди а потом я везу его на свидание мы получилось так что не праздновали совместно день рождения то есть у нас же еще наше день рождения впереди его и моё но я ему отправила подарок ты не рассказывал нет я бы сделала мультик как это называется стоп-моушен руками ты сама вырезала да и в общем рисовала мультик вырезала и на зеленке я думаю охуенный я может вам покажу однажды ты как если я им покажу да показывай это первый раз правда белого вот все брат ты этот задонатил на на два бокала но вот эта бутылка она вся будет выебана за твое здоровье сегодня вся будет выебана бутылка а потом и на лысо подстригусь похуй и попрошу подписаться этого риждекида на тебя или лил пампа блять зачем ебать бутылку спрашивают ну за сто тысяч долларов ребят кстати да можешь водичкой разбавить или льдом если тебе прям кисло не нормально оно кстати оно такое молоденькое хорошенькое я понимаю понимаю в семье должен пить один это правильно это правильно что лизе на 8 марта подарил о показывай вот это мои первые часы в жизни еще и какие мы сегодня ходили мы как это уменьшать подтягивать подтягивать такая мадама прям серьезно на твиче мэла нет он на ките стрим часы к расставанию если дарить часы это к расставанию такая примета есть жалко знаете приметы знаете приметы они работают если в них верить такая странная хрень с тем приметами типа я же половину не знаю но уже проецирую но это тоже знаешь ну вот ну еблан один сказал когда-то часы дарить красного и дина может у тебя у него не было денег на часы может его женщина хотела бросить крутые часы а он такой а это красного они а я вот считаю что красивые часы дарят когда влюблены девушку например я вообще в это не верю ну вот так вот вот у меня такая примета скажите что за кошелек кошелек а крипто кошелек ты имеешь в виду это это прям телеграммский ребят это прям телеграмм кошелек приезжай в монако ой это кстати там возможно буду часто там появились дела что я за человек вообще дела в монако появились а можно я вам сейчас расскажу помнишь мы с тобой когда ехали в аэропорт в марбелли я охуевал как мы вообще живем да я вот я хотел бы это пересказать сейчас просто зафиксировать на секундочку представьте да что мы вот марбелли и спальня я я заезжаю со своей малышечкой в гости к семье ознакомимся с мамой с мелким играем в автоматы на бенте без крыши катаемся потом от мамочки вдоль моречка едем в марбелли там немножечко там висим я у меня там была встреча еще по открытию швейцарской компании швейцарской банк я сейчас буду открывать вот посидели выпили вина обсудили и потом на без крыши поехали в аэропорте чтобы сесть на private jet и улететь в париж на шопинг на шопинг но не совсем шопинг но вы узнаете позже вы узнаете позже в общем мы еще и по делам здесь по очень и представляете у нас вот мы просто летим на частном самолете ки шопится в париж и это все еще ради дела не просто деньги потратили до кайфануть а ради дела я вот все вот это когда проговаривают думаю а что за хуйня как я вообще до такой жизни дошел синдром самозванца я не заслуживаю этого ты знаешь сам что заслуживаешь я не верю твоим слезам я заслуживаю большего ну правильно а слезам николая Соболева веришь не ладно не будем эту тему даже начинать это ужас это просто такая злость у меня ладно скучаешь по уфе но вот в данный момент не очень в целом когда пальма гофит ты что ебанулся что ли он же прямо сейчас идет это вот конкурс на каверы но у меня были пальма гофит был первый я с подписчиком делал фит у меня раньше были пальмы на голове и меня так все называли а это не всеобщий термин не 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 это чисто наш да и вот у нас был пальма гофит и вот сейчас идет третий по сути вы со мной конечно не фитонете но потому что вы сами понимаете уже уровень не тот раньше я мог стал наимым фитоват сейчас уже не могу но не могу себе позволить вот но я уверен что нет неправильное слово подобрал я надеюсь что мы найдем талант бриллиант этим конкурсом и предложим контракт на бугати мюзик я думаю мы уже достаточно сильные чтобы еще одного артиста взять все винишко ударило в голову да я в целом очень радостный вообще и лукой не у меня восьхах было приятно можно покажи если может быть лидером ладно я чувствую себя голым без парфюма голым ну кстати я в парфюме ну все а как тебе чувствуешь что-то нет ну ладно у меня просто это обоняние нет ковид братик это первый но я взял бутылку и я тебе сказал вся бутылка сегодня будет выгибана что за парфюм мы сегодня заходили в мазон маржела ой мы сегодня купили очень вкусный парфюм у меня очень классная линейка ароматов и вам прям бам у меня уж нос разложил вот и мы взяли со вкусом этой камина камина тлеющего дерева у меня есть еще духи любимые киллиан да они называются они пахнут виски с медом и вот если эти два парфюма смешать это получится запах виски у камина представляете а где бутылочка наша не знаю может мужчинка у меня тут есть андрюха написала говорит давай бокал залпом ой господа желаю вам чтобы вы так бабки зарабатывали давайте веришь в меня в каком смысле я смогу это сделать что залпом это выпить всего лишь дай драмы чуть развести нет пожалуйста не бей дорогая мне нужна твоя поддержка пожалуйста поверь в меня это день сто тысяч денег пашню пожалуйста блин теперь я унижаюсь за донаты от молстроя чёрт как плохо я готов еще я готов еще ну за дополнительный план я знаю но я очень люблю курить еще сейчас столько эмоций когда у меня много эмоций я очень много курю а я через 10 минут еще раз с тобой скажу не брат малышку залпом точно не буду заставлять пить нет но ты и так братан она вообще не пьет ты считай спасибо спасибо мы сегодня будем кайфовать а бродок она пьет уже вот ну ребят не осуждайте меня ну кто из вас бы не выпил бутылку вина за сто тысяч долларов ну реально но пацаны а можно это в книгу рекордов гиннеса как-то заявить что бокал залпом за сто тысяч долларов эти обычно бывает бак типа бокал залпом за секунду а здесь за сто тысяч долларов все ребят не спамьте пожалуйста ну вы 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 же меня должны понять вы же должны понять меня я уверен вы сами бы за сто тысяч долларов выпили бокал ой вот бля я такая хуйня уже год бля очень братан нам надо обязательно вместе бутылочку вина выпить делать деньги блин вот так блин мне надо подумать это надо давай окей я я подумаю так у меня мэл попросил сказать реальную цифру которую я заработал за предыдущий и последний месяц я сейчас попробую посчитать то блять давайте думать получается за февраль и за март блин ну мне короче мне пришел отчет по роялти я просто не знаю как это посчитать у меня же нет зарплаты у меня типа большие контракты и они вот приходят и блин давай я сейчас попробую давай я открою просто крипто кошель еще посмотреть ну короче окей если приблизительно считать может у меня полумиллиона долларов в месяц вылетает вот где-то так если приблизительно считать могу ли я позволить побухать на 300 тысяч долларов за вечер ну могу но просто не буду о мэл а стой а у меня к тебе встречный вопрос подожди братан а да а сколько у тебя сейчас состояние вот знаешь network во сколько ты оцениваешь свое состояние давай мериться хуями сколько у тебя прям час денег на счетах в недвижке в машинах в часах ну вот твое полное оценочная стоимость сколько у ребят у нас баттл стоимости личности сейчас я посчитаю сколько сколько у меня примерно net worth на сегодня я посчитал бра я посчитал свое состояние кто первый называет цифру вот вам для вырезок в тик-токе меряемся хуями смостро ну блин мы так редко с тобой пьем вдвоем никогда но бокальчик надо до конца да я пытаюсь мне кажется него обновили еще попросим больше не подливать я буду много писать дорогая мы справимся ты когда пьешь вернусь ты хочешь за час распять в десять ну кофе вот это знаешь ну мочегонит мочегонит базараной ой вы сейчас сядете девочки не знаю он пока он пока видимо считает пока ничего не сказал не жарко в кольточке что для тебя главное в отношениях каком вопрос нам чтобы отношения делали меня сильнее если вот чисто эгоистично отвечать для меня мне главное чтобы они делали меня сильнее они делают пиздец я вам больше скажу я в это никогда не верил я всегда думал что отношения это тема которая высасывает из тебя бабки энергию и жизнь а оказывается отношения добавляют бабок энергию и жизнь очень хотелось бы сказать вам кое-что что он мне говорил но я не буду так давай чтобы знаешь не чтобы я не назвал потом цифру больше чем твою я сейчас это напишу в заметках и не буду трогать и потом покажу я меряемся мы считаем состояние друг друга я вот сейчас хочу просто написать чтобы потом просто показать а я не все посчитал мне стоп нахуй стоп я забыл у меня еще в дубае есть квартиры да точно у меня же бизнес еще ебать брат бизнес сука это бизнес это бизнес сука что за бизнес сука стой сейчас бизнес вот добавим куда я еще вкладывал что блять акции в россии у меня лежат ебать подожди стой мне еще сука мне еще торчат дохуя денег я вспомнил да а то блять я тоже это посчитаю потому что я я заберу эти долги я заберу если должник если ты это смотришь мне пишет а иван зола не твой брат лиза нет двоюродный все я примерно посчитал свое состояние бро ребят я бы не выпила бутылку вина да все я посчитал да я вас пока почитаю пока не шар занят все бро я посчитал я делаю скрин вот так оп чтобы потом его меня писал ну шо мне что отсунуть сейчас пьяные драться будем дома на стриме давай таки показывать на стриме треки трюки 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 мы каждый день учим трюки короче да кстати я покажу у вас давай мы в тиктоке находим трюки которые можно делать и учим их блин мне кажется что у меня еще что-то где-то есть блять ну там и так нормальная цифра там и так нормальная цифра че же у меня еще есть тачка дом хаты в дубаве бизнес сука ну мы не считаем шмотки и все это все хуйня только ювелирка вот такой один и ювелирка недвижимость и движимость вот ну и то что лежит на счетах да и то что лежит на счетах че ты показала какой подожди а где этот видос ты мне не скидывал а вот он а это все раппало ей да а второй спустим трюки все два два самых богатых типа ру интернет все я уж тоже пьяный блять ты конечно залпом так выпить то сука он добился своего играем правда или действие давай правда а у меня тут вопрос есть действие 18 плюс ход 18 спрашиваю а пукаю ли я при тебе да мне нравится мы играем в игру иногда если он не забывает типа я у него попросила перед тем как ты пукнешь скажи мне что ты пукаешь я угадаю твой пук типа или ну вот так семейная жизнь угадываем пердешь а штаб штазам иногент скажи фартазам фортнайт кто из нас пользуется вайбером как основным мессенджером никто бьем дмитрий это не очень да о мэл прислал ответ но об этом не будем об этом не будем конечно нет эээ ну все мэл я выиграл тогда ээээ а стой ты же в рубли ну да это же рубли правильно и что я ооо это я был да а что я могу эту цифру озвучивать или давай бро давай ты на своем стриме озвучь свое состояние а я на своем стриме свое и пусть нас тиктокеры режут блять ну бро ты проиграл но это ну ты только на старте все нормально все впереди мы мы еще встретимся я тебе посоветую как правильно что куда инвестировать чтобы через пару лет ты вообще нахуй не думал о деньгах короче у меня сейчас состояние вот я посчитал а вот зеркально чуть больше восьми миллионов долларов вот такое состояние сейчас у меня я я я я я я но попробовать стоит я я я спасибо спасибо что ты в долларах да не пизди мне какие нахуй не 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 это пиздеж не верю он говорит что 250 миллионов долларов у него состояние но это ну откуда я не верю окей тогда прямо сейчас на своем стриме рассказывай что именно у тебя есть я пойду по пище и пойдем покурить давай а и в туалет налево до конца не бро подожди секундочку нахуй если у тебя 250 миллионов долларов сейчас в кармане ну объяснись тогда объяснись нахуй я говорю про состояние которое у тебя есть прямо сейчас слышишь прямо сейчас на счетах в ювелирке в домах какие нахуй 250 миллионов чел нет я не поверю в это бро конечно если ты про то что ты тратил всю жизнь ебать я тоже могу посчитать мне интересен нетворбс знаешь как форбсе твое состояние прямо сейчас счета ювелирка недвижимость движимость вот эта вся тема я понял у нас недопонимание возникло все нормально он просто я так понял оценил себя ну типа вот типа вот столько он стоит а я имею ввиду сколько у тебя в кармане прямо сейчас сколько у тебя за душой прямо сейчас у меня 8 лямов баксов прямо сейчас вот тут вот нахуй в карманчике блять но я в целом понимаю что ты можешь наиграть себе 8 лямов за вечер я в целом понимаю можешь можешь прям сейчас стать богаче меня на стриме ебать я тебе рекламу делаю сука вот ты молодец закинул мне 100 тысяч баксов набухал меня и я теперь просто тебе рекламу делаю молодец вот за это я тебя и люблю ты грамотно инвестируешь банки я это уже говорил ты красава ты красава ну я спойлерю он сейчас придумает цифру больше 8 миллионов долларов чтобы типа казаться богаче меня ну мы это все знаем мы все знаем собро понимаешь когда тебе не повезет в казино что 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 тогда ты будешь просто в долгах понимаешь ну мы с тобой поговорим об этом при встрече ну блин я тоже пьяный пиздец ну я тоже пьяный ну я тоже пьяный ну я тоже пьяный у меня одна сигарета осталась а тут можно сигарет купить интересно наверное ресторан не продают а можно мартура попросить за сигаретами пожалуйста сейксизми а дуисел сигарет 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 сигару буду курить да пиздец не надо надо кем желтый пожалуйста ребят секундочка секундочка сейчас будем сигарочку дай это фильтра просто интересно попасть а у нас есть кое-бар и две кое-бар и один кое-бар и вот этот кое-бар да этот кое-бар да можно вырезать нет, ты везде идешь? да я могу везде идешь? да, везде сейчас С другой стороны, окей, эммм... У нас есть рыба, который на дороге. А, нет, это окей. Я буду... потушить. Нет, это окей, просто... Да, просто кусай, пожалуйста. Мэл, бро... Бро, это не работает. Это так не считается. Он мне говорит, что ему дают 500 тысяч на игру каждый день. И, типа, это 15 миллионов в месяц. Но, бро... Бро, это деньги твои, которые ты должен крутить на стриме. Понимаешь? А я говорю про деньги, которые... Представь, что у тебя резко все отвалилось. Представь, что у тебя нихуя больше нет, и у тебя осталось только твое состояние. Какое оно? Ммм, я об этом. Я тоже, брат, могу взять контракт с казино сейчас, и ты знаешь, сколько это будет стоить. Я говорю именно про твою стоимость, как NetForce, как Forbes. То, что у тебя в кармане прямо сейчас. То, что всегда с тобой, в любой точке мира, в любое время. You know. Ха-ха-ха. Бля, как сигара в кем? Держи, дорогая. Спасибо. Артура попросили, да? Какой интересный вечер, блядь. Ничего не предвещало беды. Мне нужен большой перстень, дорогая. Можешь кое-то дать? Говорят, что мне не хватает большого перстня. Охуенно. Слушай, еще часики вот так. Ха-ха. Ха-ха. Ребят. Пф, ебануться. Это я? Вот. Не, бацан, а это все на самом деле залупа, ну деба. Можем мериться письками и ебавками, но речь не об этом. Ладно, аж хуй с тобой. Раз ты меня набухал, я теперь буду вот эти вот... Представь, что я тебя за затылок вот так взял. Вот так. Вот так. Вот так. И говорю, блин, знаешь, я тебя уважаю, нахуй. Я тебя уважаю, блин. Бля, я просто, я, короче, очень пьяный и очень счастливый. И в таких состояниях можно столько хуйни наговорить. Ваша разница в том, что он живет моментом и типа инвестирует все, весь заработок. И за таким интереснее следить. А... И за таким интереснее следить, чем за тем, как чел просто складирует вместо реинвеста. Окей, окей, окей. Я, в принципе, об этом и говорил, но ты немножко хуйни несешь. Вот мы с Мелом, я, это единственные типы, которые инвестируют в себя. Все остальные наши артисты жмоты ебаные, которые хотят себе побольше бабок набрать. Да, единственная разница в том, что Мел инвестирует все свои бабки, а я не все. Потому что я понимаю Мела. Он сейчас в состоянии, я был в таком состоянии, я вижу его и прям, ну, я смотрю на него и отчетливо вижу себя. Я тоже, будучи, ну, пиздюком, мне вообще ничего не интересовало. Я тоже все свои бабки вкладывал обратно. Тот же, там, миллион-доллар альбом и так далее. Я клипов снял на миллион долларов, пацаны. Клипов. Только клипов на миллион долларов я снял. На один альбом. Без рекламы, понимаете? Просто сейчас уже, сейчас уже я немножко дядя побольше. И меня интересует не только карьера, а меня интересует семья. Меня интересует, как это правильно разделить-то? Ну, вот есть семья вот моя, которая сейчас строится, а есть семья моя, в которой я рожден. И та семья, и эта семья. И будущее я себе обеспечить хочу. Потому что амбиции ебателя всего мира, да, они, конечно, сохранились, но они уже не на первом месте. Они конкурируют с другими сферами, которые мне нужны. Мэл красавчик, пиздец. Вот когда я увидел, что после конкурса Литвина он поднял ценники в десять раз или во сколько? В десять, по-моему, но это пиздец. Ебать, это что за мув? Это браво. Я поэтому вам и говорю, что этот тип красавчик, блядь. Я не знаю, вы припоминаете ему косяки семилетней давности. Пяти-семилетней давности, да, но типа пять-семь лет назад и я был полный гондон, и я делал полную хуйню. И вы были полной хуйней. Возможно. И делали полную хуйню. Ну типа, особенно все вот эти популярные блюгеры. Да, я бухой. Я буду нести бухой спич. Ну а что поделать? Мне пришлось выпить ботингу. Да, все, кто сейчас на него гаркают, я мысль проебал, прикинь. Так осела. Походу, да. Блядь, мыл строй, набухал мою женщину. Вроде котов. Ой, Боже. Короче, ладно. Я подытожу то, что пытался сказать вот так. Есть два типа людей. Те, которые делают дела, и те, которые обсуждают людей, которые делают дела. Вот и все. И мне приятно, что у меня конкурент, что ли, появился. Я не знаю. Потому что русская медийка, русскоговорящая, так скажем, ну это просто ужас. Это скукотища ебанутая. С тех пор, как я отчалил с родины, ну шоу-бизнес загнулся, интернет загнулся. Абсолютно ничего интересного не было. Амел это тот тип, который снова заставил интернет следить. Поэтому я его и уважаю. Динал. Ой, блядь. Бля, братан, ты меня все-таки набухал. И женщину мою набухал. Блин, осуждаю. Блин, осуждаю. Блин, осуждаю. Блин, осуждаю. Абсолютно. Блин, осуждаю. Да. Блин, осуждаю. Это осуждаю. Блин. Собака странная, как будто укороченная. А-а-а. Да, они, они же идут. Это прям... Это бздец. Это супер коллаборация была. Ну, кому вгуливает? Ум или интеллект? Вот такой вопрос. А в чем разница? Наверное, интеллект. А в чем разница? Это же одно и то же, нет? Ум и интеллект, как будто одно и то же абсолютно. Да, наверное, как и знаешь, если под темой быть популярным или известным. Ого! Вот это вопрос. Ну, я всегда выбираю известный. Известный, конечно. Популярность это как тренд. Проходимость. А известность это на годы. Это таймлесс. Окей. Таймлесс. И не фабрики. Да. 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 Я не знаю. Сделай уточку. Я допиваю. И ты должен допить. Да? Погнали. Ты хочешь сейчас меня допить? Ну, давай. Ой, блин. You know. Бро, давай, пожалуйста, поговорим об этом завтра. Я сейчас пьяный и не знаю. И не уверен, что приму правильное решение. Что, вино? Да. Блин, я так рад, что ты не пьешь. И я. Спасибо. Круто. Нравильно, странно. Вся спирт в ревоге. Ну, вот как-то мне вот понравилось однажды. Хотя, наверное, это привычка. Или генетика. Ну, может, генетика, кстати. Мне просто было делать нехуй. И я пью. С одиннадцатого лет. Тебе глаз дергаете? Алишер, какой из европейских городов в тебе зашел больше всего? Я очень люблю Прагу. Рейд от Зуба. Рейд от Зуба. Ой, спасибо. Орлята, спасибо. Прагу люблю. Париж мне понравился в этот раз очень сильно. И Марбелли мне понравился. И Аликанто мне нравится, кстати. Короче, Испания в основном. Испания нравится. Прага нравится. Да, и Париж нравится. Наверное, пока все. Привет, Орляточки. А почему Орляточки? Ну, не знаю. Зубарев их так называет. А, да? Я не знала. Давай именно окосевшими ебальниками посмотрим в камеру сейчас. Скажем, Андрюха, спасибо за сотку. Было в этап. Кстати, да, я допила. А, задание выполнено, Брав. А у меня уже перья выполнены. Опа. Смотри-ка. А все, бутылочка-то выебана. Чикс. Бля, нам еще чемоданы сегодня собирать. Давай еще считаться. Да, да, да. Уже пора съебалась. Вставать вообще в скобах 9. Бля. Сказал, что не может перенести. В 11 будет ровная женщина убираться. Окей. С чемоданы пьяными собирать будем. Все, чемоданы тоже на стриме собирать? Какой, я буду просто собирать. Йоу. Шо там? Короче, смотри, ты сейчас на стриме и сейчас все слышно, правильно понимаю? Я на стриме и все слышно. Короче, я позвонил тебе с целью, чтобы, блядь, позвать тебя, ебаный, в рот сюда. И мы провели совместный стрим, который нужен нам двоим. Так, интересно. Это будет стрим какого формата? А, слушай, кстати, подожди. Это если ты будешь сидеть со мной, я буду стримить какой-то казик, кто-то ебалом, а? Вот, то я тогда хочу очень много денег. Я понял, да-да-да. Нет, я согласен. А, нет, стой, подожди, то есть я не буду казик рекламировать. Сейчас, подожди, брат, я занят, пиздец, пожалуйста. Давай любое задание от Монстроя, я выполняю. Блядь, ты от Монстроя любое задание! Давай, брат, любое. Делим 50 на 50. Любое выполняем. Стоп, стоп, стоп. Нет, подождите, подождите. Садись сюда, садись сюда. Я тебе отвечаю. Идем, садись. Окей, любое задание, говорит, бро, давай. Я тебя, идем, садись позже. Блядь. Давай. Я тебе тоже писал в телегу, ты мне не отвечал насчет трека. Ну, давай. Я сейчас тебе должен дать задание? Да. За бабки или ты просто готов? Да, за бабки, за бабки. А сколько ты хочешь? Сколько ты хочешь бабок? 50 на 50. Не, мне не нужны бабки, бро. Сколько ты хочешь бабок? У него четыре миллиона подписчиков, сто тысяч евро. Это мой менеджер. Это твой менеджер. Сто тысяч евро просит, бро. Ну, любое задание, смотри. Монебаж. Которое в Твиче будет разрешено, любое задание. Чтобы он мог его полностью снять. Любое задание. Покажи хуй прямо сейчас. Ну, на Твиче. На Твиче. На Твиче. На Твиче его забанят. Что-то, что на Твиче может. Стой, а меня забанят, а меня забанят на сколько? Если ты мне столько же дашь сколько ему, я готов. Все, бро. Мы вдвоем покажем. Понял, член. Дерев, ты покажешь. А мне просто на моем Твиче. Окей, без проблем. А если ты не делаешь рель. То есть, ну, в принципе, ничего особо страшного. На Кике? Ну, тогда тебе надо будет вебку включить. Понял? Ну да. Вебку включите, а на Твиче я не покажу. Окей. Логично. 100к по 50к делим. Окей, без проблем. Не, просто на столько же стоит. Бля, слушай, Роман, а если что на такую байлату? Давай ты сейчас поебешь две бутылки вина залпом. Еще раз? Стой. Ты мне забрешь две бутылки вина залпом. Давай. Похуй делай. Во мне уже полтора, полтора литра пива. Две бутылки залпом? Я тебе уголь дам. Он же обблюется как тварь. Не, я уголь дам. Да похуй. Ну, нормально. А сколько ты готов за это дать? Сколько? 100 тысяч евро? Ну, блин, подожди. Ну, 20 тысяч долларов. Не, 100 тысяч евро. Не, ну, это за две бутылки вина. Ну, что? 100 тысяч евро. Это охуевшая. Бля, подожди. Ого, это не ты, блядь. Чтобы тебе... Смотри, у меня тоже 4 миллиона подписчиков. 4-4? Да. Давай, покажи. У него миллионы тоже. А скажи, старый. А давай так. А если я сделаю по-другому? А если я дам тебе тысячу башу, то ты отлечай от ебаши и всем поговори. Бро, это можно бесплатно. У нас тут охрана стоит. Нет, давай нормальное задание. Я реально готов сделать. Давай нормальное задание. Я реально готов сделать. Ну, подожди. Ну, слушай. Ну, я не банкомат. Ну, не, блядь. Я и так, что ты хуя что-то не дал. Да, ты... Не банкомат, я понимаю. Брош, предложи сумму и задание. Давай. Мы предложили как идею. Бро, если что, если надо слить, скажи. Ну, я как бы, ну... Сука, мне стыда. Старый. Блядь. Ага, так. Короче. Сука, а ты можешь... А ты можешь реально... Вот сейчас вот отойти. Как бы мы с Широм поговорим. Один на один. А потом ему возернуться или нет? Блядь. А пускай он... Слушай, пускай он поучит этих... Не знаю. Ну, кого-нибудь там. Короче, я переведу, брат. Себаться надо. Я понял. Да. Ну, зато он лицом засветил. Он двадцатка говорит двадцатка батца. Не, бро, себаться надо. Не, он не хочет. Да. Всё. Хорошего вечера. Давайте. Давай. На связи. Ну, в целом, бро, почти получилось. Да. Не, ну, если он говорит, смотри. Мы с ним, если что, будем смотреть. Понятно, что вот они, кстати, не нравятся, да? И, как бы, блядь... Мне самому это всё непонятно, пиздец. Всё, я тебя понял. Не, всё, всё, ребят. Мы закончили. Ой, так, мне... Сейчас, секунду. Ну, контент мы можем отыскивать. Короче, смотри. Неделю там. Ну, заебал. У тебя каждый день съёмки, блядь. Не, бро, у меня съёмки вот именно сейчас начинаются. Я улетаю завтра. На неделю. Так что прилетай ты. Прилетай к нам. Блядь. Прилетай, бро. А, подожди, куда? В Казахстан? Да? На съёмки клипа? Может... А может... А может, ты там и камелы? Может, ты там засветишься? Да нет, да ладно. Мне не нужно, как бы, особо... Хуйня в том, что я работаю с Ван Вином, да? И Казахстан, как бы, ну, сам понимаешь, немного стрюновоз. Я не знаю, как там чё работает. Ну, там у них... Там Ван Вин и Казахстан, это, как бы, прямо... Такого врага, блядь. А, я не знал. Окей. Да, да, поэтому... Ну, блядь. Ну, слушай, давай тогда... Давай я съёмки закончу, мы что-то придумаем, но... Надо познакомиться вживую, однозначно. Да, я уже просто, знаешь, я уже реально заебался, как бы, думать о том, когда мы, блядь, встретимся, познакомимся... Брат, окей, смотри, у меня сейчас неделя съёмки в КЗ. Либо подлетай к нам, либо давай я съёмки закончу и увидимся. Слушай, ты это говоришь, как будто ты немного, знаешь, как будто немного стесняешься... Немножко пьяный, да? Чуть-чуть выпил, блядь. Ну, ты не стесняешься того, что, типа, блядь, как будто... Только мы приедем, что это, типа, зашквар со стороны аудитории. То, что я к тебе приеду зашквар? Да. Схуяли, блядь. Схуяли это зашквар, блядь. Так тут вопрос, блядь. Ну, я не знаю, мне это показалось по крайней мере. Не, бро, я тебе говорю, я предлагаю, я в Казахстане неделю, у нас съёмки клипа. Я тебя приглашаю в гости. Если нет, если нет, то когда я освобожусь, я бы с кайфом долетел познакомиться, you know. А давай ты эти клипки, съёмки клипа на два-три дня попозже не понёшь. Миллион долларов. Клип стоит, да? Миллион долларов. Нет, чтобы я съёмки сдвинул на два дня. Блядь, нихуя себе. Брат, конечно, моё-моё время стоит дохуя. Подожди, ну, окей, ну, типа, ну, за лям, типа, ты бы... Бро, да, ну, подожди две, ну, подожди пару дней, реально, ну, чё ты. Покрути Казик, блядь. Нормально будет. Не, ну, подожди, ну, походи, ну, за лям, блядь, ну, это шо, скажи, а? Бро, не, 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 на самом деле, я съёмки не буду сдвигать. У нас очень огромная команда, очень пиздец, как мы всё... Ну, это, это ебануто важная работа, ты знаешь. Поэтому я её не перенесу. Но за два миллиона долларов, да. Окей, перенесу на два дня, окей. Окей, окей. За два, за два точно. За два перенесу на пару дней. Окей, ладно. Смотри, а если бы твой день стоил, к примеру, 100 тысяч баксов? Не, бро, не, ты, юно, ну, камон. Ты меня обижаешь. Блядь, блядь, ты с ебаной не отменяешь. Ты просто на день, блядь, на два их перенесёшь. Не, бро, не, 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 не. Блядь, вот ты меня задачил. Брат, мы в любом случае с тобой договоримся и придумаем то, что, ну, закроет ебало абсолютно каждому в интернете. Так что, я думаю, подождать недельку-две, ничего страшного. И мы с тобой увидимся. Слушай, ладно, окей, давай, наверное, так и сделаем. Давай, брат, на связи. Спасибо за вечер, спасибо за кота, спасибо за ремонт родителям, бро. Давай, удачи. Давай. Всё. Брат. Да. Тебе предложение. Брат, заебал. Да, я понимаю, заебал. Всё, господа, мы, короче, завершаем нашу трансляцию. Пора двигаться домой. Всё. Я вам только обещал сказать, сколько будет счет. Да, билл, пожалуйста. И мы идем. Спасибо. 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 Спасибо.